Итак, всем здрасте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мне хотелось бы продолжить наш разговор о московском Спартаке, о Куинте Промессе и обо всей движухе, которая сейчас понеслась вокруг уголовного дела, вокруг того, что Промесса объявили в розыск, вокруг того, что Промессу присудили несколько лет в тюрьме за известные события, которые лучше лишний раз не упоминать на Ютубе и за правил платформы. Ну и знаете, тут, в принципе, мне кажется, Спартак, хоть и понес определенный репутационный ущерб в том плане, что они решили оставить у себя Промесса, но Спартак в каком-то смысле поступил цинично, но прагматично и эффективно для себя. То есть отказываться от такого игрока, как Промесс, сейчас это глупость с точки зрения футбола и менеджмента. Найти замену Промессу, конечно, можно, но, как сообщается в прессе, вот Амаралу сказали вроде как искать замену и предложили 4 варианта, и там варианты на 18 миллионов евро. То есть там какие-то сумасшедшие бабки нужны для того, чтобы заменить Промесса. Но в этой ситуации, наверное, лучше оставить свою звезду, чтобы она и дальше здесь играла, приносила пользу, чем покупать футболиста за огромные бабки, которые не факт, что заиграет, не факт, что сыграется и так далее. То есть здесь позиция Спартака с точки зрения футбольного менеджмента понятна, почему они решили оставить Промесса. И их позиция официальная тоже понятна, они сказали, что приговор-то какой, не вступивший в законную силу, есть время на обжалование, и дальше уже посмотрим, что там будет. То есть здесь Спартак имеет полное право сказать, что, ребят, мы действуем по закону, даже по голландскому закону, он пока что официально еще не преступник. И в этой ситуации Спартак, опять же, поступил цинично, но прагматично. Однако тут есть важная проблема. Есть Спартак, а есть так называемое спартаковское сообщество. Вот эти замечательные ветераны, легенды Спартака, без вопросов легенды, замечательные в прошлом футболисты, которые периодически, обсуждая новости, связанные со Спартаком, начинают нести такой кринж, такой испанский стыд, что хоть стой, хоть падай. И вот здесь вот Спартак ответил четко, по делу, и все. Но тут появились те самые ветераны и легенды, которые устроили какую-то клоунаду, простите за выражение. Рассказы про вселенский заговор Запада, что Промеса злые западные судьи пытаются посадить, потому что он играет в России. Рассказы про то, что Промесу нужно выдать паспорт. В общем, давайте все это обсудим, потому что здесь, ну, в очередной раз мы видим, что, к сожалению, те люди, которые когда-то приносили очень много пользы Спартаку, как спортивному сообществу, сейчас, по-моему, больше вредят, чем помогают. Но сперва, хотелось бы напомнить, что мы всегда Спарри, эта компания абсолютно легальна, она нас поддерживает, и она делает просмотр футбола еще интереснее. Тем более, что у них есть отличный подарок для вас, для зрителей моего канала. В честь Нового года вы можете получить фрибайт в 2024 рубля. Как получить? Да, очень просто. Проходите по ссылке в закрепленном комментарии на мой телеграм-канал, там получаете все инструкции, и с их помощью получаете тот самый подарочек, который дальше можете потратить по своему усмотрению на официальном сайте этой компании, на их приложении. Там множество событий по разным видам спорта. В общем, не затеряйтесь, ребят. Отличная тема в наши непростые времена. Итак, касательно заявлений о том, что Промеса, так скажем, травят за то, что он, вот, пожалуйста, в России выступает. Какая мерзость, это все вот западные политики, западная пропаганда и так далее. Дошло до того, что Евгений Серафимович Ловчев заявил о том, что вот там суды в Голландии продажные, то ли дело у нас. Ну, вы знаете, у меня, кстати, есть вопросы, определенные голландскому правосудию, но в контексте России, наверное, говорит такое как-то странно. Да и вообще, никто не отрицает факта наличия пропаганды, условного там западного лобби и так далее, что на какие-то клубы могли надавить, в том числе и в рамках Голландии. И посмотрите, как руководители Твенты юродствуют, рассказывая про то, что да, мы продали угольды в Спартак, но мы это не хотели, извините, пожалуйста, и все остальное. Ну, то есть видно, что там и общественное какое-то давление есть, может быть, и давление из высоких кабинетов. Но это одна история, а представить, что на голландский суд, следствие и куча других органов надавили настолько, что они уже несколько лет ведут уголовный процесс против Промеса, причем по двум разным эпизодам, ну, это уже шизотеории пошли. Ей-богу, это, как говорится в интернете, шуе ППШ, шизофренический уклад един. Ну, как это еще можно описать? При этом, даже если вдумываться в эту офигительную историю, ну, вы меня простите, то, что у Промеса начались проблемы с законом, это было известно до возвращения в Спартак. Тут как бы возвращение в Спартак связано с его проблемами с законом, называя вещи своими именами. Именно поэтому, кстати, и перешел он за небольшие, в общем-то, деньги в Спартак, потому что по скидочке, так скажем, Зэковской отправился в красно-белый клуб. Ну, то есть, всем все было понятно уже тогда, что не проблема с законом, связанной с переходом и возвращением в Спартак, а возвращение в Спартак связано с тем, что у Промеса были косяки или какие-то подозрения на косяки, из-за которых, возможно, стоило уехать подальше из Голландии, уйти из Аякса и так далее. И сейчас мы просто видим продолжение этой темы. Поэтому здесь путать причину со следствием, это, конечно, замечательно. К тому же, ну, даже если мы представим, что это какая-то политическая теория давления и все остальное, ну, опять же, дело, вот это самое уголовное и все эти расследования, они начались до начала известных военизированных милитаристских событий в соседнем государстве. И поэтому здесь, опять же, связывать это с нынешней политикой тоже сложно. Переход Промеса был еще до этого. Короче, здесь ситуация, на самом деле, предельно ясна. Промес не является какой-то жертвой некой западной машины пропаганды. То, что сейчас, возможно, какие-то СМИ под шумок всей этой движухи будут использовать это в политическом смысле, мол, посмотрите, в России там скрываются наши зэки-футболисты, ну, это понятно, но это, опять же, это вы путаете причину со следствием. Это нужно понимать. Поэтому тут замечательные высказывания, замечательные заявления про то, что Промеса, как, я не знаю, агента русского мира притесняют повсюду. Ну, это дурдом, простите за выражение. Касательно того, что нужно выдать ему теперь российский паспорт. Ну, давайте начнем с того, что чисто формально Промес может быть и получит его сам по себе. Тут, видите, бывает по-разному. Можно специально выдать паспорт кому-то, как Марио Фернандосу, например, как футболисту в свое время, потому что там запрос был или еще что-то, а может быть и сам футболист на общих правах и правилах, прожив определенное время в России, не имея, опять же, уголовных каких-то дел на территории России, подаст заявление и просто сам по себе получит паспорт, как Гильермо в свое время. Имеет ли на это Промес право? Ну, теоретически, как бы да. Ну, потому что, повторяю, его уголовные дела, они связаны с другими государствами. Для вступления в российское гражданство это не такая большая проблема. У нас очень часто гражданство как раз и выдается многим людям, у которых проблемы там, на Западе, присутствуют. Поэтому здесь, ну, на мой взгляд, сам по себе Промес, конечно, может его получить и, скорее всего, получит при выполнении определенных правил. С точки зрения получения паспорта, здесь как раз можно сказать о том, что закон един для всех, поэтому у Промеса есть все возможности. Но специально как-то вот пробивать возможность получения паспорта, писать там заявление в адрес Госдумы или еще кого-то о том, что выдайте, пожалуйста, паспорт Промеса, ну, это так себе история. То есть Спартаку заниматься паспортом Промеса точно не стоит. Тем более, что из футбольной точки зрения, а что это принесет? Промес уже точно не может быть заигран за сборную России. Потому что, как бы, и за сборную Нидерландов уже выступал, ну и к тому же Карпин не хочет видеть игроков старше 30, как известно. Поэтому здесь он не сможет начать выступление за сборную России, а значит, не сможет лишиться статуса легионера. Потому что легионер это тот, кто, ну, как бы, даже в теории не может играть за сборную России. Не то, чтобы там обязательно нужно играть за нашу сборную, но если у тебя нет такой возможности, значит, ты иностранный игрок. Даже если ты даже родился в России, как Брайан Идову, но начал выступать за Нигерию, или родился в России, но начал выступать за армянскую сборную, например, Все равно ты считаешься легионером, хотя ладно, с армянами я погорячился, они по особому правилу не считаются, но я думаю, вы поняли логику. Поэтому здесь, ну, Промес и его российский паспорт, это совершенно ненужная тема для Спартака, никаких плюсов, а возмущения и, знаете, разные говнометания в адрес красно-белых будут продолжаться. Дескать, вот посмотрите, мало того, что скрывают зэка, еще и дали ему паспорт, паспорт нашей страны, какой позор и все остальное. В общем, здесь, наверное, Спартаку стоит как раз продолжать гнуть вот эту свою линию, что решения нет в законной силе вступившего, нету здесь окончательного приговора, поэтому, ребят, успокойтесь, давайте подождем окончание следствия и окончание всех процедур юридических и судебных. Это самая логичная ситуация, а вот все вот эти крики и непонятные предложения от спартаковского сообщества, так называемого, но это очередной пример того, что вот люди, к сожалению, живут в какой-то своей реальности и, живя в этой реальности, они, к сожалению, очень много вредов, фактически приносят клубу.